Революционные вооруженные силы Колумбии Армия народа РВСКН ФАРК Террористическая леворадикальная повстанческая группировка Колумбии В 2001 году Госдепартамент США внес ФАРК в список террористических организаций Евросоюз позже принял аналогичное решение Куба и Венесуэла настаивают на том, что эта организация является партизанской, действующей на основе более варианских идей Мы – военно-политическая организация, находящаяся в оппозиции правящему режиму Колумбии, ведомо идеями Маркса, Ленина и Боливара Мы боремся за социалистическое общество, дабы восстановить справедливость на всей планете Начав с нашей Родины история создания В 1948 году в Колумбии начался вооруженный конфликт, причиной которого стало противостояние либеральной и консервативной партии Колумбии Этот период вошел в историю под названием «Лавиоленси» и продолжался 10 лет Завершился он примирением и объединением партий либералов и консерваторов в общенациональный фронт и созданием коалиционного правительства К власти пришел либерал Альберто Камарго На стороне либералов воевали и коммунисты, но они не согласились на примирение и приняли решение продолжать войну Лидером прокоммунистических партизан стал Хакуба Алапий, который в 1958 году был застрелен бывшим партизаном-либералом Тогда во главе прокоммунистических партизан оказался Педро Марин В сложившейся обстановке коммунисты были вынуждены уйти в глубокое подполье Они окопались в колумбийских центральных кордильерах на юге департамента Талима в Маркиталии, где с начала 60-х жили почти в полной изоляции Педро Марин тем временем сменил имя на Мануэль Маруланда Вступил в компартию вместе с леворадикальным студентом Хакуба Аренасом Организовал в 1964 году военизированное крыло компартии Фарк Маруланда был военно-административным руководителем, а Аренас его политическим советником и идеологическим наставником В мае 1964 года боевики Маруланды укрепились в Маркиталии Вскоре Маркиталии была разгромлена регулярными колумбийскими войсками и данный факт послужил переосмыслению партизанской доктрины Ставка была сделана на затяжную повстанческую войну майского типа с конечной целью социалистической революции Структура В 1987 году образован Координационный комитет партизанского движения имени Симона Боливара Который объединяет на условиях автономии все левые партизанские силы Колумбии Данный орган координирует деятельность всех левых подпольных сил Колумбии Национальная конференция партизан командного звена выбирает начальника главного штаба и секретариат из семи командиров Данная конференция состоит из делегатов командиров всех фронтов Секретариат определяет политическое и военное планирование организации Начальнику главного штаба подчиняются начальники штабов группы фронтов На более ниже стоящем уровне командует начальник штаба фронта Колонна включает два соединения, то есть 16 взводов Соединение включает четыре партизанских отряды, каждый из которых включает два взвода по 12 солдат Сейчас в организации от 45 до 75 фронтов и от 5 до 17 тысяч человек Сейчас ФАРК контролирует пять департаментов страны, где по соглашению с правительством Колумбии им передана политическая власть ФАРК имеет вспомогательное крыло, народную милицию из помощников агентов и боливарскую милицию как полувоенное крыло Сама компартия Колумбии строится по военно-иерархическому принципу, когда каждое подразделение ФАРК имеет не внутри, а вне себя резервную подпольную ячейку партизанской базы Деятельность В Колумбии реально воюют три стороны – правительственная армия, правоэкстремистские группировки и левые революционные группировки ФАРК фактически автономно от компартии, но их отношения складываются таким образом, что КПК и ФАРК не принимают общенациональных решений без согласия друг друга ФАРК утверждает, что с 1964 года ведет войну с правительством за построение Новой Колумбии, общества социальной справедливости и социального равенства На 7-й партизанской конференции в 1982 году было принято решение о взыскании революционных налогов с крупных производителей кокаина В связи с этим колумбийское правительство называет ФАРК наркопартизмами Подобная деятельность привела к разрыву колумбийской коммунистической партии с ФАРК В 90-х годах ФАРК создала подпольную коммунистическую партию Колумбии как свое идеологическое крыло Во времена своего расцвета в 1990-х годах народная армия ФАРК насчитывала около 17 тысяч бойцов, как мужчин, так и женщин Поддерживаемые значительной частью населения, так называемым гражданским ополчением, снабжающим их едой, медикаментами и информацией С международной сетью, способной поддерживать оперативную связь с другими странами и идеологическими союзниками Повстанцы контролировали 45% колумбийской территории, их даже считали угрозой богате По данным официального колумбийского правительства, ФАРК несет ответственность за многочисленные террористические акты Взрывы, убийства политиков, похищение людей и вымогательства в стране Боевики и организации по официальным данным участвовали в производстве и продаже наркотиков Похищали людей с целью выкупа и принуждали подростков воевать против правительства По количеству похищенных людей ФАРК лидирует в Колумбии Заложников берут преимущественно для получения выкупа и как инструмент воздействия на правительство страны В марте 1999 года ФАРК казнил трех американцев-активистов движения за права индейцев, которых партизаны обвинили в принадлежности к ЦРУ По данным общественной организации Фундацион Пейс Либер, между 2000 и 2008 годом ФАРК похитило не менее 326 человек В 2008 году Фидель Кастро обращался к партизанам с просьбой освободить оставшихся у них заложников Кастро призвал повстанцев не сдаваться и не прекращать революционную борьбу, но выступил с критикой методов революционной борьбы ФАРК А именно похищение людей и удержание их в джунглях За все время конфликта между колумбийскими властями и ФАРК С 1958 года жертвами стали по меньшей мере 220 тысяч человек, в том числе 177 тысяч Из числа мирного населения около 45 тысяч пропали без вести Свыше 5 миллионов гражданских лиц стали беженцами Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на доклад Колумбийского национального центра исторической памяти Опубликованный 24 июля 2013 года Согласно данным центра, четверо из пяти жертв противостояния являлись мирными гражданами Большинство убийств было зафиксировано после того, когда в 1980-х годах с ФАРК и другими левыми группировками начали бороться группы праворадикалов При поддержке землевладельцев и наркоторговцев Наиболее кровавым оказался период с 1996 по 2005 год Когда в среднем в Колумбии каждые восемь часов происходило похищение и раз в день кто-то подрывался на противопехотных минах, использовавшихся повстанцами Упадок В 2002 году президентом Колумбии стал Альваро Уриби, сын землевладельца убитого боевиками ФАРК Он прославился еще будучи губернатором тем, что практически искоренил политический бандитизм на своей территории Уриби призывал крестьян создавать собственные отряды для самозащиты, вооружал их, гарантировал помощь полиции и призывал громить всех, кто нападает с оружием Не глядя на форму и знамя, став президентом, Уриби переформировал армию и скоординировал ее с крестьянской самообороной Подготовил спецназ при помощи американцев и бросил его против коммунистов и фашистов Дошло до того, что уже в 2003 году ФАРК и Юси вели переговоры об объединении против авторитарных властей В 2006 году Уриби был триумфально переизбран в президенты С 2007 года правительственные войска перешли в наступление Была изменена тактика Вместо крупных войсковых операций упор был сделан на действия мобильных отрядов спецназа и удары воздушной кавалерии при поддержке вертолетов Особое внимание стали уделять разведывательным операциям В результате действий правительственной армии численность ФАРК сократилась в два раза от 8 до 9 тысяч человек Было ликвидировано примерно 100 командиров ФАРК Осень 2007 года уничтожен командующий Карибским блоком Густав РВДДС и командующий 16 фронтом Томас Медину 1 марта 2008 года уничтожен Рауль Рейс 3 марта убит Иван Рейс 26 марта 2008 года в возрасте 77 лет от инфаркта миокарда Скончался лидер и основатель организации Мануэль Маруланда Сменил Маруланду коммунист-антрополог Альфонсо Кану Но особых успехов он уже не добился В начале ноября 2011 года Кану был убит колумбийским спецназом Постглавы ФАРК принял Тималион Химинес Свою деятельность на посту руководителя начал с предложения правительству приступить к мирным переговорам Мы готовы обсудить приватизацию Вопросы снижения регулирования со стороны государства Абсолютной свободы торговли Демократию в условиях рыночной экономики Говорилось в заявлении коммунистических партизан ФАРК управляется секретариатом Во главе с командантей и еще шестью полевыми командирами До 40% бойцов ФАРК составляют женщины Одна из видных полевых командиров ФАРК Эльданиэс Маскера Известная также как Карина 19 мая 2008 года Сдалась властям СМИ ФАРК Рупором ФАРК Многие годы оставалась радиостанция Вос-Дейла-Резистенсия Располагавшаяся в джунглях в регионах Колумбии Подконтрольных ФАРК Вос-Дейла-Резистенсия Своего расцвета достигла в начале 2000-х годов Когда станция смогла создать сети ЗАЭМ и средневолновых передатчиков в Колумбии Также передачи радио ФАРК На коротких волнах принимались и в Европе Станция передавала имевший успех в Колумбии Музыкальные программы Располагала под разделением звукозаписи И выпускала музыкальные диски Ее же основная деятельность Идеологическая обработка бойцов ФАРК Резкая критика правительства В 2010 году колумбийским властям Удалось на время нарушить работу радиостанции Однако впоследствии станция продолжила свои передачи 19 ноября 2011 года колумбийские военные прервали вещание радиостанции В ходе операции, проведенной в лагере экстремистов провинции Мета-военные обнаружили и конфисковали микрофоны, компьютеры, усилители и генератор, использовавшиеся для вещания станции Отмечается, что трансляционное оборудование было спрятано и защищено минным ограждением Состоявшим из 60 единиц взрывчатки В целом радиостанция просуществовала около 15 лет Мирные переговоры Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил 27 августа 2012 года Что колумбийское правительство занялось предварительными переговорами с Фарк с целью добиться прекращения конфликта Первый раунд переговоров состоялся в Осло 18 октября 2012 года Затем переговоры были перенесены в Гавану 23 августа 2013 года Сантос отозвал из Гаваны правительственную делегацию, приостановив мирные переговоры Причиной этого стали разногласия между повстанцами и правительством о форме мирного соглашения Официальные власти Колумбии намерены вынести требования представителей Фарк на всенародный референдум Делегаты со стороны группировки требуют созвать учредительное собрание, которое внесет поправки в конституцию страны Согласно заключенным соглашениям, Хуан Мануэль Сантос заявил, что переговоры будут возобновлены, когда правительство посчитает нужным 20 сентября 2013 года переговоры были возобновлены 16 мая 2014 года правительство Колумбии и повстанцы договорились сообща бороться с незаконным оборотом наркотиков 23 сентября 2015 года на Кубе в присутствии кубинского лидера Рауля Кастро президент Сантос и лидер повстанцев Хименес пожали друг другу руки и объявили о намерении подписать мирное соглашение в марте 2016 года Повстанцы и правительственные войска прекращают боевые действия Планируется создать специальные судебные органы трибунал из колумбийских и иностранных судей, где будут рассмотрены преступления этого конфликта При этом юридическая ответственность будет распространяться на всех участников конфликта, то есть и на военнослужащих правительственных войск Тем не менее повстанцам была обещана широкая амнистия 22 июня 2016 года в Гаване представители колумбийского правительства и революционных вооруженных сил Колумбии объявили о согласовании условий Соглашение об окончательном прекращении огня, разоружении, гарантии безопасности и борьбы с криминальными организациями Само соглашение было подписано 23 июня Субтитры создавал DimaTorzok